Вот, например, был у меня знакомый. Он был в ополчении Донбасса в 2014 году, в Запорожье. А сейчас он на той стороне воюет, потому что он прямо сказал, я увидел, кто ко мне в Токмак приехал, что это ходячий Кавказ, и с отношением к людям, к женщинам, и он перешел на ту сторону. И мне жалко, что мы потеряли такого человека, потому что вопрос, в том числе национальной политики, в СВО, он очень важен. Посмотри на реакцию украинцев. Когда Рамзан Ахматович сказал, что Одесса будет присоединена к Чечне, ты думаешь, одесситы этому рады были? Естественно, это только провоцировало их на брать оружие в руки. Служащие 26-го полка 2-го батальона. Обращаемся к министру обороны Сергею Шойгу. Просим разобраться в ситуации, которая происходит в поселке Крынькин. А точнее, нас завели сюда 30 июля 2023 года. До сих пор никакой ротации, ни одного выходного. Заводили без быка. С собой было 4-6 рожков, кто-то был без брони. Наш командир Змей Позыдной. Как его фамилия и имя, отчество? Злодько. Злодько Александр Петрович. Подполковник, по-моему, так. Вот. Он на нас забил, короче, большой-большой болт. Вот. Комбат наш бьется, бьется с ротацией, никак они не могут нас вывести на отдых. Так. Вчера, вчера этот змей заставлял нашего комбата, просил, чтобы он нас вывел на острова, поставил там посты. На этих островах в данный момент сидят укропы, какие хуй ходить могут фабами. А он хочет нас туда завести. Вот. Нас бы, наоборот, надо вывезти. Мы здесь уже четвертый месяц, как бы там не было, отдохнуть. Ну, а он хочет, наверное, как он докладывал, он докладывал с первых дней, что здесь все хорошо, здесь все хорошо, у него все целые. В оконцовке осталось от рот, от трех рот у нас 50 человек в составе офицеров. Все в куче. Короче, солдаты, офицеры 50 человек. Вот. В данный момент вот он нас заставляет, чтобы мы вышли на острова. Именно четвертый рот. Туда никто не пойдет. Мы бояться не боимся. Позиций не бросают. Позиций не бросаем. Если бросили позиции, здесь бы уже укропы заняли все крыльки. В данный момент сейчас пацаны там отбивают. Вот. Как бы все хорошо. Но на острова туда никто не пойдет. Если он хочет, чтобы пошли на острова, пусть приходит, приходит, садится с нами в лодку и будет старшей группой, и мы поплывем на острова. Никто не боится. Но этот, он поупал людей, можно сказать. Он докладывал, что здесь все хорошо, здесь все хорошо. А на самом деле за 200 или за 300 или 3 роты, осталось 50 человек. И этим он хочет и нас туда отправить, чтобы там нас убили, замести следы, и все было чисто. Нет, так не пролезет вот этот номер. Посты мы еще раз повторяем, мы не бросаем. Мы просим, чтобы нам сделали ротацию, ротацию. Друзья, всем привет. Тут очень интересные новости. Дания может перекрыть больше половины экспорта морского российской нефти. Вот это да. Какая реакция на это Пескова, Усты Путина уже комментирует и российских экспертов. Сейчас вы услышите, узнаете. Новость действительно важная. Потому что мы понимаем с вами, что именно из нефтегазовых доходов Россия финансирует всю свою военную машину. И на этом топливе едет вся ее военная машина, с которой сегодня сражается Украина. Поэтому важная информация. Не забудьте подписаться на канал, нажмите лайк, шерьте видео, комментируйте. И очень важная информация. Мы начали новый сбор на FPV-дроны. Дроны Камикадзе. Хотим приобрести 50 дронов Камикадзе для сил обороны Украины. Один такой стоит 15 тысяч. То есть итого нам надо 750 тысяч гривен. Сбор уже начался, присоединяйтесь. Это наш ответ. Как раз приближается День Збройных Сыл Украины. И ваш донат, это ваш подарок Дню Збройных Сыл. Итак, друзья. Дане вышла очень интересная статья в Financial Times. Что Даня собирается, ей Евросоюз поручает проверять российские корабли. И вообще корабли, которые везут нефть из России. О чем идет речь? Во-первых, через Данию, через территориальные воды Дании идет до 60% российской нефти. То есть это очень значимая цифра. Во-вторых, вы знаете, что цивилизованным миром, Западом, введен потолок в виде санкций. Как одна из санкций, введен потолок на российскую нефть. И по чем ее можно покупать? А именно, речь идет о 60 долларах за баррель, установленном как потолок. И что же это значит? И как Россия это обходить? Понятно, что для России это был очень болезненный удар. И Россия создала целую систему обхода этого ценового потолка. И, надо признать, достаточно успешно ее используют. Сознан так называемый теневой флот каких-то танкеров, которые, значит, там Россия собирала, покупала где могла. Которых страхуют не западные компании. И которые везут российскую нефть, подделывают документы, показывают неправильные маршруты. В общем, как угодно действуют. Но все это базируется на том, что они застрахованы. Но застрахованы не западными компаниями, а, честно говоря, бог знает кем. Как раз в октябре министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что США будут бороться с этим теневым флотом России. И с российскими попытками обойти потолок ценно на нефть российскую. И вот буквально сегодня последняя новость, прям горячая, горячая, всплыл из жару. Минфин США внес еще 20 организаций, в том числе организации, связанные с этим теневым флотом в функционные списки, включая три конкретных танкера. Вот весь этот теневой флот, его работа может быть, в принципе, легко остановлена тем, что, например, Дания начнет проверять. А ну, покажите вашу страховку. И если там нет нормальной западной страховки, а это уже несет угрозу, в том числе побережью Дании, ее территориальным водам, и согласно конвенциям международным, они имеют право предотвращать подобные последствия. Просто сказав, до свидания. Вам тут хода нет. Конечно, это очень значимая новость, и она может иметь очень серьезные последствия. И тут уже там сразу побежали в России, ну, во-первых, там спрашивают Пескова. Усы Путина сначала начал топорщить усы и говорить, что, мол, ну что там комментировать, всего лишь какая-то статья, мол, там ерунда. Да, послушайте. Продолжение вопроса о статье Financial Times и о возможности Евросоюза блокировать датские проливы для прохода российских танкеров. Это будет, если это будет реализовано, это будет крайне недружественное жест по отношению к России и достаточно сильным ударом по ее местной промышленности и экономике. Вот если это произойдет, каким будет ответ России? Будет ли она сопровождать свои танки развоенными кораблями, запустит ли над Балтикой патрули МиГ-31 «Джалник», как это будет сделано над Черным морем? Вы предлагаете обсуждать такие серьезные вещи, основываясь на публикации газеты, которая даже не имеет ссылки на кого-то конкретно. Ну, это делать невозможно. Давайте мы сначала дождемся появления какой-то, скажем так, осязаемой информации, а потом уже будем рассуждать, что можно делать. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.